Здравствуйте, с вами Александр Безделов и коротко о текущем политическом моменте. Итак, во втором туре президентских выборов в Турции победил действующий президент Ридже Прадаган. И, пожалуй, никто не следил так за ходом избирательной кампании в этой стране, как российская политическая элита. И для этого есть свои причины. Ведь Турция – один из главных торговых партнеров России и точно единственная страна-член НАТО, которая не просто сохранила, но и укрепила связи с Россией после начала конфликта на Украине. Это поставило решение важных для нас вопросов в зависимости от турецкой внутренней политики. Противоречия по теме взаимоотношений с Россией между соперниками на турецких выборах ярко проступили уже в ходы подготовки к ним. Так, конкурент действующего президента Кемаль Калыч Дорогло обвинял действующего президента страны в низкопоклонстве перед Россией, а сам Радаган предрекал России санкции в случае прихода соперника к власти, обещая в случае собственной победы продолжить прежнюю политику. И, судя по всему, в случае проигрыша Ридже Прадагана произошел бы разворот турецкой внешней политики. А это ведь не только помидоры и курорты, хоть и то, и другое изрядно подорожало в последнее время. Но, как минимум, последним альтернативы практически нет, так как для большинства россиян именно турецкое Средиземноморское побережье остается самым доступным и вариантом летнего отдыха у моря. Ведь наш Сочи даже сейчас проигрывает и по качеству сервиса, и, самое главное, по стоимости. Но это все же не самое главное. Главное – это большая политика и экономика. Так, в январе-сентябре 2022 года товарооборот России и Турции составил 47 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем в первые 9 месяцев 2021 года, сообщал в свое время сам главы Минэкономразвития Владимир Ильичев. По его словам, за весь год товарооборот с Турцией составит 60 миллиардов долларов, но в реальности итоговый показатель может быть даже больше, учитывая динамику первых 9 месяцев. Так и оказалось, почти в два раза увеличился наш товарооборот. Ведь за весь 2021 год этот показатель составлял 33 миллиарда, а в прошлом году составил уже более 60. Основы этого товарооборота составляют не только наши поставки энергоресурсов, в основном газа по трубопроводу Южный поток, но и параллельный импорт европейских товаров через Турцию, от которых мы не можем сейчас отказаться. И этот параллельный импорт настолько тонкий механизм, что может поломаться в самый неподходящий и любой момент. Так, поставщики товаров говорят, что логистические схемы трясло даже во время избирательной кампании, что подчеркивает их зависимость от политики. И один из крупных игроков на рынке логистики рассказал, что в предыборную неделю резко увеличился срок операции в турецких банках. А накануне голосования банковские слушающие якобы вообще заявили компании о приостановке всех валютных платежей. Как только стали известны официальные итоги второго тура президентских выборов в Турции, все вообще наладилось волшебным образом. То есть вполне возможно, что канал параллельного импорта мог просто рухнуть, если бы не победил Эрдоган. В политике то же самое, ведь экономика тут ее продолжение, а не наоборот. Ведь на секундочку, Турция обладает в блоке НАТО одной из самых мощных и боеспособных армий, и все это сосредоточено в Черном море. И именно по причине сохранения вектора развития Турции западные СМИ не испытывают восторгов относительно победы Реджепа Эрдогана. Так британский иконам, если говоря о провалах Эрдогана в экономике и компании оппозиции, акцентировавший на этом внимание, пишет, «Сего этого, то есть провалов в экономике, недостаточно, чтобы нанести поражение господину Эрдогану». Используя тот же сценарий, который помогал ему побеждать в предыдущих выборах, авторитарно турецкий лидер опять победил, раздувая пламя культурных войн в стране и объявляя оппозицию угрозой для турецкой культуры и национальной безопасности. Господин Эрдоган говорил, что это будет его последний срок. Вовсе не обязательно, что это будет так. Если здоровье позволит, господин Эрдоган, которому сейчас 69, вполне может остаться у власти и до 30-х годов нашего века». Конец цитаты. Британская ЖДЛ-мейл тоже не испытывает восторга. «Нет сомнений, пишут там, что Запад будет смотреть на переизбирание президента Эрдогана с тревогой. Он президент-исламист в стране со светской конституцией, и его правления характеризуются авторитаризмом, масштабными разделениями и политикой, нацеленной на привлечение поддержки из консервативных мусульманских кругов. И Турция является сейчас, хотя членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, «Эрдоган превратил свою страну в дненадежного прозападного союзника в очень и очень ненадежного». Конец цитаты. А вот немецкий Шпигель все-таки надеется на поражение Эрдогана. Когда-нибудь в обозримом будущем. Там пишут. «Остается, эта цитата, глубоко расколотая страна, глубже, чем когда-либо. Возможно, как раз потому, что перемены были ближе, чем когда-либо более чем за 20-летнее правление Эрдогана. Но если учесть неутомимую привержимость столь многих людей в Турции демократии, верховенству права и общественному примирению, то, можно сказать, возможно, эти выборы лишь начало чего-то». Конец цитаты. А вот американская где-то политика злорадно замечает, что в своей победной речи в Анкаре сам Эрдоган дал понять, что в ближайшие пять лет он вряд ли отойдет от своего жесткого стиля управления. Но есть одна проблема, которую он не может целиком контролировать. Это экономика Турции. Турция страдает от заоблачно-высокой инфляции, которая в какой-то момент в прошлом году достигла 85%. И слабой валюты, которая в пятницу, то есть после выборов, достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару. А у Центрального банка страны закончились резервы в преддверии голосования. В общем, как мы понимаем, на Западе не слишком рады такому исходу выборов в этой стране. Даже несмотря на то, что Эрдогану 69 лет, и он победил с не очень убедительным перевесом, всего 4%, причем проиграл в столице, во всем Среднодоморском побережье Турции и в крупнейшем городе страны Стамбуле. Все, абсолютно все, признали итоги этих выборов. И сама позиция страны Запада, а это значит, что Реджеп Эрдоган сохраняет свою нужность абсолютно для всех игроков мировой политики и легитимность внутри страны. И, в общем-то, это для нас хороший знак. Так уж получилось, что международная тематика сегодня превалирует в медийной повестке, и это неудивительно. Еще две страны бывшего Советского Союза отходят от недавних выборов. Речь идет о Латвии и Молдавии. Сначала о последней. Там не утихает страсти после того, как три недели назад был избран глава автономной территории Гагаузия. Им стала Елена Гуцул, представитель оппозиционной партии Шор, молдавского олигарха Илона Шора, который настолько конфликтует с нынешней властью этой страны, что находится за границей, потому что обвиняется в хищениях средств из молдавских банков. Так вот, выборы эти были скандальными. На них, кроме Елены Гуцул, участвовало еще несколько кандидатов, которых считали, как и, собственно, ее, пророссийскими. В ходе избирательной кампании были и международные скандалы. Так, не с долго до голосования Молдавию не пустили президента Трастана Рустама Миниханова, который прилетел поддержать другого из пророссийских кандидатов. А Гагаузия – это регион, который населяют тюркозичный этнос Гагаузы. Так вот, после того, как оппозиционная и пророссийская Елена Гуцул победила на выборах, там начались суды, в которых власть пыталась оспорить за это голосование. Но этого не получилось, и почти три недели спустя после выборов победа оппозиционного кандидата была признана официально. Эта ситуация очень возмутила президента Молдавии Майю Санду, которая, как вы понимаете, ориентирована на Запад. И на этой неделе она решила создать в стране структуру по борьбе с информационным влиянием России. Она будет называться Национальный центр по информированию и борьбе с пропагандой «Патриот». И судя по тому, что она тут же заявила, что пойдет на второй срок, именно борьба с Россией будет основой ее предвыборной кампании. Правда, пример Гагаузии говорит о том, что это весьма и весьма спорная риторика. В другой стороне бывшего СССР Латвии также избрали президента. Там прошло без скандалов. Если таковым не считать, что действующий глава государства не стал выдвигать свою кандидатуру, одна из трех участников голосования, женщина-политик, сняла свою кандидатуру. В итоге победил, а выбирает президента в этой стране парламент, действующий министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич. И тут все просто. Это явный антироссийский кандидат, а других там сейчас просто и нет. Поэтому с уверенностью можно сказать, что никаких изменений в отношениях наших стран не произойдет, поскольку их тоже уже нет. Такой была эта политическая неделя. Спасибо за внимание. С вами был Александр Безделов.